Карачаево Черкесия наращивает объемы. В какой сфере увеличился индекс производства и за счет чего планируют поднять показатели. Работа с детьми сложнейшая деятельность. Профессиональный праздник отметили сотрудники ПДН. Как проходят их рабочие будни? Учение света, не учение опасно для жизни. Профилактическая акция сотрудниками госавтоинспекции прошла при Кубанском районе. Мы – будущее страны. Форум – отличная возможность для студентов среднепрофессионального образования в плане реализации возможностей. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия в студии Дарья Тензит. Сегодня в парламенте Карачаева Черкесии состоялась очередная 57-я сессия, на которой рассмотрели 14 вопросов повестки. Спикер Народного собрания Александр Иванов выступил с важным сообщением о предстоящих выборах парламент 7-го созыва и о предварительном голосовании партии «Единая Россия». Было озвучено решение о том, что список кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах в Народное собрание Республики возглавит глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Александр Иванов поблагодарил представителей всех партийных фракций парламента за единство в реализации ключевых для государства задач, в частности, активную поддержку участников СВО и членов их семей. В двух чтениях одобрен проект закона о республиканском материнском капитале при рождении и усыновлении четвертого ребенка или последующих детей в Карачаевой Черкесии. 24-й год объявлен годом семьи президентом Российской Федерации. И сегодня мы в парламент нашими коллегами приняли изменение в закон о материнском капитале, где гласило при рождении четвертого и последующих детей маткапитал использовать через три года. Сегодня мы убрали этот, значит, упростили, чтобы материнским капиталом можно было как более эффективно. И в первом чтении приняли, а ко второму чтению мы получили поправки от главы республики. Спасибо ему, что поддержал и сделал переходный период. И теперь, значит, закон будет действовать с января 25-го года. И в 25-м году будут выплачиваться детям, рожденным в 22-м и 23-м годах. Карачаева Черкесия продолжает наращивать объемы производства. Как отметил глава Карачаевой Черкесии Рашид Семрезов, положительная динамика отмечена в сфере обрабатывающих производств, где индекс промпроизводств по итогам работы промышленного комплекса республики в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с периодом предыдущего года. Он составил почти 105%. Больше всего индекс промышленного производства увеличился в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, прочей неметаллической минеральной продукции и производства одежды. Работа обязательно будет продолжена. Планируют увеличить показатели за счет выхода на полную мощность шести новых промышленных производств, запущенных в прошлом году. Помимо этого, в текущем году реализуем инвестпроекты в сфере промышленности, которые позволят увеличить объемы промпроизводства уже в действующих предприятий. В Карачаевой Черкесии в рамках акции «Гражданский мониторинг» проверена работа отдела по вопросам миграции госавтоинспекции. В ходе визита гости проверили, как соблюдается временной промежуток ожидания в очереди для получения услуг, а также детально ознакомились с условиями работы подразделений. Начальник госавтоинспекции Джандар Байчоров рассказал об основных направлениях деятельности и о том, какие государственные услуги наиболее востребованы у граждан. А в отделе по вопросам миграции ознакомили общественников с электронным терминалом и рассказали о преимуществах его использования, а именно сокращении сроков предоставления услуг гражданам и отсутствии очередей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН. Инспекторы по делам несовершеннолетних работают в нашей стране уже 80 лет. Накануне праздника мы провели один день сотрудницы этой службы Белла Бачаева, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних, отдела МВД по Черкесску. Победила в этом году в республиканском конкурсе лучших профессий. О рабочих буднях инспекторов ПДН в материале Беллы Джезаевой. Здравствуйте, как ваши дела? Все хорошо, спасибо. Как поживаете? Все нормально. Посещение своих подопечных – одна из главных составных в работе инспектора ПДН. Они знают про эти семьи все и зачастую дружат с ними даже после того, как снимают их с учета. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних – это не просто работники полиции, а своего рода педагоги в погонах. И преподают они уроки жизни подросткам, которых принято называть трудными. И нередко им удается поставить их на путь исправления. Мы давно знакомы, мы знакомы еще с ней, с Шахаром. И она мне очень хорошо помогает. Вот, допустим, вчера буквально я позвонила ей, так как сейчас уже конец учебного года, я попросила ее, чтобы она помогла нам определить вот двоих старших детей, школьников, влаги. Она сказала, что с удовольствием нам поможет. Была Батчаева в полиции с 2012 года, но она известный в нашей республике человек. Особенно в спортивных кругах была двукратная чемпионка мира по армрестлингу. Этим видом спорта она занималась с самого детства, выиграла все существующие спортивные кубки, а до работы в полиции занималась тренерской деятельностью. По ее собственному убеждению, спорт и сейчас очень помогает в ее нынешней работе. И отчасти спортивная подготовка помогла нашей героине выиграть конкурс лучшей в профессии. Знакомишься со своими коллегами, вдруг по каким-то вопросам, по каким-либо сложным ситуациям, да, ты можешь обратиться к ним, спросить, что у них там, какая у них там практика, допустим. Это обмен опытом. Также состязаться, во-первых, понять, то есть по сравнению с такими сотрудниками, как ты подготовлен, как физически, так и какая у сотрудника там служебная подготовка. Работа с детьми – сложнейшая деятельность. Инспектору ПДН доверено самое ценное – детские судьбы. История каждого ребенка индивидуальна. Где-то причиной плохого поведения стала семейная драма, где-то безразличие и безответственность близких. Такие семьи сотрудники ПДН контролируют постоянно. А самое главное – они проводят профилактическую работу, чтобы было как меньше правонарушений. Свою задачу было видеть в том, чтобы достучаться до каждого подростка и его родителя. Конечно, мое желание такое, чтобы дети и их родители совершали как можно меньше административных правонарушений, преступлений. То есть, когда профилактика проводится на должном уровне, профилактика преступлений, административных правонарушений, то, конечно же, совершается меньше административных правонарушений, преступлений. Рабочий день сотрудника ПДН совершенно не нормирован. И, как правило, раньше 10 вечера выйти из кабинета получается редко. Не говоря уже о дежурствах. Они сталкиваются с самыми разными случаями. На их долю выпала непростая задача – сделать все возможное, чтобы оступившегося в жизни подростка направить на правильный путь и подобрать каждому ребенку свой ключик, нужные слова, способные предостеречь его от ошибок и изменить всю оставшуюся жизнь. Былась Жозаева Михакаракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Скутер «Детям не игрушка». В Прикубанском районе прошла профилактическая акция «Папа, мама, я» ПДД соблюдает вся семья сотрудниками госавтоинспекции. О том, как важно и нужно рассказывать и показывать детям, как переходить дорогу, расскажет Майя Хамдохова. Учение свет, а не учение опасны для жизни. В профилактической акции «Папа, мама, я» ПДД соблюдает вся семья присутствовали родители, дети и водители. Сотрудники госавтоинспекции наглядно показывали, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Детки хотели бы вам вручить памятки с напоминанием о том, что вам необходимо делать. Безопасность детей зависит не только от родителей и водителей, но и от самих детей. И поэтому очень важно показывать им пример, который послужит им уроком для сохранения собственной жизни. Сейчас есть много транспортных средств, как самокаты, так и велики. И детям обязательно нужно говорить, как ездить и с какой скоростью нужно ездить. Ведь любознательность детей сопровождается не словами, а действиями. Еще выкрасили дорогу. А что там было написано? Соблюдай безопасность дорожного движения. Молодцы. А вы сами соблюдаете правила? Да. Совместное участие родителей и детей в подобных мероприятиях придает сплоченность и взаимодействие друг с другом. Ведь безопасность несовершеннолетних начинается с их собственных чувств значимости для родителей. Главная цель данной акции – не только раздавать памятки с указаниями правил дорожного движения, но и соблюдать их в обязательном порядке, чтобы чрезмерное использование гаджетов, самокатов и велосипедов не стали причиной ДТП на дорогах с участием детей. Решили провести акцию вместе с родителями, которая называется «Папа, мама, я – ПТД соблюдает вся семья». Мы с ребятами подготовили памятки определенного рода, где указана информация для родителей. Тем более сейчас начинаются летние школьные каникулы, все дети идут отдыхать. И хотелось бы всех родителей призвать, чтобы они благодаря даже этим памяткам сделали для себя какие-то определенные моменты и доносили информацию о правилах дорожного движения детям. Будьте внимательны, будьте осторожны, прививайте детям правила дорожного движения, чтобы ваши дети домой возвращались целыми и невредимыми. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Мы – будущее страны. По таким названиям на базе Индустриально-технологического колледжа прошел молодежный форум студентов среднепрофессионального образования. Основная цель – привлечь молодежь к проведению социально значимых мероприятий, а также развивать в них творческий, научный и профессиональный потенциал. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Этот форум открывает отличную возможность для студентов среднепрофессионального образования в плане реализации своих креативных идей и выстраиванию связей между молодыми и активными людьми, добившимися успехов в грантовых конкурсах. Пожелал успехов в достижении новых знаний директор Республиканского индустриально-технологического колледжа Ахмад Байрамуков. Для каждого из вас это, безусловно, ступенька в саморазвитии. И я надеюсь, что вы сможете проявить себя, отметил Ахмад Ибрагимович. Ну, в своей жизни вы первый главный шаг сделали. Вы являетесь студентами среднего профобразования, вы являетесь студентами колледжа, вы сделали правильный первый выбор. Это очень серьезно по жизни. Теперь, чтобы социализироваться и включиться в реализацию перспективных программ, конечно, нужно овладеть этими профессиями и не одной, а несколькими. Особую роль в поддержке идей студентов колледжа играет всероссийский проект «Навигаторы детства». Всех участников молодежного форума поприветствовал его региональный координатор Людмила Барлакова. Отрадно видеть, что благодаря нашему проекту молодежь развивает свои навыки, повышая уровень профессиональной компетентности. И мы уверены, что площадка этого форума позволит вам получить необходимые консультации для реализации своих проектов. Абсолютно уверена в том, что все необходимые навыки для будущей профессии можно получить именно в стенах средних профессиональных учреждений. Дорогие ребята, вы – будущее нашей страны. Я очень надеюсь, что сегодня на форуме вы пополните свои знания, потому что у нас действительно в качестве спикеров здесь собрались действительно профессионалы, которые известны нашей республике и далеко за пределами. Студенты колледжа республики порадовали всех собравшихся, исполнив свои музыкальные и танцевальные номера. Такие мероприятия открывают нам двери в мир самореализации и продвижения своих идей. Поэтому каждый из нас старается активно принимать участие в этих форумах, уверяют молодые люди. Мне кажется, именно для студентов это большой опыт прежде всего, потому что здесь рассматриваются такие специальности, как, в первую очередь, волонтерство, играет большую роль. Почему? Потому что туда входят такие подразделения, как патриотизм, уважение к старшим, уважение к, например, отношение к братьям нашим меньшим и затрагиваются массовые мероприятия. Я ранее принимал участие в подобных мероприятиях по типу этого форума в акселераторе социальных проектов, где нам было очень интересно. Я заинтересовался этими проектами, этими мероприятиями и стал на них часто ходить. И там нам рассказывали очень важные вещи, как создавать проекты, как получать гранты, как, в принципе, помогать своей республике. В рамках форума для всех участников пройдут мастер-классы призеров и победителей всероссийских конкурсов. Али Халибшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Яркое спортивное событие состоится сегодня на стадионе Нарт. Футбольный матч между клубами Нарт-Черкесской и Дружба Майкоп начало 18.00. О работе женсовета, в частности, о помощи, оказываемой участникам СВО, нашему корреспонденту Белли Джезаевой рассказала председатель женсовета Ола Дагихабуль Зарема Асланукова. Интервью смотрите далее. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok